Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим о том, как улучшать качество жизни и о том, как справляться с болезнями. Потому что многие люди привыкли справляться с болезнями простым образом. То есть, если есть какие-то симптомы, то надо их излечить, то есть убрать симптомы. И обычно это происходит с помощью каких-то подручных средств. То есть, будь то препараты, которые аптечные от врача, или могут быть еще второй вариант. Более, кажущимся, конечно же, разумным, это народные средства, то есть различные травы там. И сюда же относятся другие средства, которые помогают человеку исцелиться естественным образом. Но я сейчас хочу поговорить о другом, о том, почему вообще возникает болезнь. Потому что на самом деле болезнь – это способ показать человеку, что что-то идет не так. И когда она уже переходит на уровень тела, то есть когда уже в теле появляются симптомы, это уже значит, что это было пропущено на уровне психики. То есть на психическом уровне было какое-то состояние, которое не было урегулировано. И оно превратилось в то, что мы называем болезнью. То есть в боль, в состояние какое-то неприятное. И уже у многих людей это проявляется не просто болью, а поражением тканей. То есть не функциональный уровень, а на уровне органики. И тут я, когда человек обращается, всегда говорю человеку, вы знаете, то есть важно понять, откуда это произошло. То есть в данном случае не просто понять, а исцелить это. Потому что был какой-то психический конфликт, который произошел у человека. В данном случае то, что мы видим как болезнь, пытается это стабилизировать. Показать человеку, что так действовать больше не нужно. Что нужно что-то изменить, исцелить. Это в данном случае может быть, конечно же, изменение образа жизнью. И при этом происходит увеличение осознанности. Потому что когда человек понимает, что он, например, действовал как-то неправильно, что произошли какие-то, скажем так, вещи, которые человеку увели в сторону, то тут он может вернуться в это состояние и понять, что же с ним произошло. Поэтому я в процессинге отправляю человека в прошлое, назад, и мы ищем, что же произошло, какой психический конфликт произошел с человеком. И здесь могут происходить действительно чудесные исцеления, когда мы находим причину этого заболевания. И самое главное, это не просто найти, а сделать так, чтобы ушло то, что приводит человека к заболеванию. То есть его психика должна перестроиться и прекратить, по сути, действовать таким образом, чтобы тело было вынуждено болеть, чтобы у тела было предрасположено к болезням. И тогда происходит действительное исцеление, то есть на всех уровнях. Тут, конечно же, есть еще и духовный уровень, уровень нас как духовного существа, потому что мы, каждый из нас, являемся духовными существами. И здесь, на этом уровне, самая глубокая проработка, кармическая, можно так сказать. И этот же уровень тоже затрагивает процессин. То есть когда мы убрали психические причины, то мы уже выходим на уровень кармический, на уровень кармических проработок, на уровень, когда это идет от жизни к жизни, и исцеляем те вещи, которые человек несет в себе, как негативный заряд. И вот здесь происходит то, что мы называем кармическим исцелением, когда человек вдруг неожиданно понимает, что тот способ жизни, который он вел, он ни к чему хорошему не приводит. И меняет свой образ жизни. Не просто потому, что так надо, а потому, что у него больше нет необходимости себя вести подобным образом. Здесь происходит принятие вот этого неосознанного тени. То, что вытесняется из сознания, то, что считается неприятным или неправильным. И поэтому я предлагаю те вещи, которые кажутся неприятными, не вытеснять из сознания, а прорабатывать их. То есть прорабатывать путем осознавания, путем прохождения через них и понимания, какой психологический смысл, какую суть несет то, что мы называем болезнью. И тогда, вот я же говорю, наступает истинное исцеление. То есть исцеление, когда человек становится целым, целостным. То есть моя цель – это приводить людей к целостному состоянию. То есть я помогаю им как проводник, как психолог, психотерапевт, как практик, процессинга, то есть можно назвать любыми словами, как фасилитатор, создатель способностей, восстановитель этих способностей, которые есть у человека. То есть я помогаю людям в том плане, чтобы они могли действительно быть здоровыми, счастливыми, осознанными и радостными. Поэтому, друзья, кому важна эта тема, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мои соцсети будут указаны в комментариях, в описании к этому видео. В комментариях вы можете писать ваши вопросы, если они у вас есть, или можно прямо добавляться в соцсетях и писать мне в соцсетях, в Viber, в Telegram, Facebook, любые другие соцсети. Вот сегодня в 19.00 я проведу прямой эфир в среду, где расскажу более подробно о том, как работает процессин счастья и как он помогает в исцелении заболеваний. И, конечно же, если вам это видео понравилось, ставьте отметку «Нравится», добавляйтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. А колокольчик – это для напоминаний. Помните о нем, чтобы знать о новых видео на моем канале. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Все ссылки будут в описании. Также рекомендую прочтению мою книгу «Миры вечного познания», которая совсем недавно вышла. Вам всего доброго, счастья, исцеления и гармонии. До скорой встречи.